Обхохочешься. Ты шо это делаешь, Петька? Как она храпит! Господи! В чем прикол-то? Прикол называется «Бесконечная нитка». Или как смотать паутину чужими руками. О чем это вы там шепчетесь? Да, у нас с коллегой профессиональный спор возник. О пользе вязания. С чего бы это вдруг? Я, бабушка, сказал своему другу, что за вязанием вы похожи на кумира нашего поколения Надежду Константиновну Крупскую. Прям так уж и на Крупскую. Это шо ж балерина такая или оперная звезда? Звезда. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчики. Анка во всей красе. Да, вот вам и Анка. Ребята, поверьте, есть только одна возможность доказать, что вы те самые Чипа и Петька, про которых легенды ходят. Какая такая возможность? Есть у нас в клинике генетический детектор. Вот он смог бы ваши личности идентифицировать. Если, конечно, вы есть в банке данных. Не сумлевайся, Анка. Банк мы еще утром взяли. Так что должен идентифицировать. Спасибо, Анка, что подсказала. Ну, мы пошли. А как же я? Я что, здесь останусь? Ну что, Василий Иванович? Не, не останешься. Распутаем? А то неудобно как-то. Красивая девушка, а лежит в какой-то скользкой паутине. Тьфу. Тут Петька торопиться не стоит. Обмозговать надо это дело. Обмозгуем. Эй, друзья, привет. Это Петька Василий Иванович 4, эпизод 6. День независимости. Перезагрузка. Подписываемся, дружи меня, жмем на колокольчик. Компания Бука. Совместно. С компанией... Сатурн Плюс представляет. Итак, поехали, друзья. Загружаем игру. Конечно же мы опять в больничке находимся. И будем спасаться из больницы. Петер. На разведку пойдешь. Пленных не брать. На глаза никому не попадаться. О результатах доложить. Все ясно? Так точно. Разрешите выполнять? В смысле... Ну... Я пошел? Береги себя, Петр. Петер. Спасибо за заботу, товарищ командир. Только один я не пойду. Как же так, Петр? А не пойду, и все. Ладно. Не болтал. Со мной. Так ты, Петя, трусишь с казайкой серенькой? Поговорить с бабушкой. Могут. Могут. Хорошо. Ладно. Знаете, мы лучше в палату пойдем. Правильно. Идите, идите. Там у вас небось весело. Угу. Обхохочешься. Весело. Так. Свяжем нитки. Кубку. Ты шо это делаешь, Петька? Тссс. Василий Иванович. Это прикол такой. в чем прикол-то прикол называется бесконечная нитка или как смотать паутину чужими руками о чем это вы там шепчетесь тебе скажи с чего бы это вдруг я бабушка сказал своему другу что за вязанием вы похожи на кумира нашего поколения надежду константина внук рубскую прям так уж и на круцкую это шо ж балерина такая или оперная звезда все погнала бабка вязать подписываемся друзья жмем на колокольчик во всей красе ой мальчики прям не знаю что с вами делать о чем это ты я вообще-то на работе а вы как-никак мои пациенты начинается я те василий иванович точно говорю сейчас санитара вызовет вот как как тебе не стыдно анка я ведь я ведь твою мать мамку твою на руках можно рассказать или бабушку твою или про бабушку все так знаешь перепуталась вот очень перепуталась верить надо петька генетическая память бабушка ее нам помогала и прабабушка вы ребята по клинике не шастайте здесь посидите а я подумаю как вас генетическому детектору провести договорились короче опять отдаем бразды правления канки это генетическая память действуй анка ну вот и замечательно ладно я пошла анка выполнять задание вперед так с бабушкой надо поговорить что это у тебя по коридору пациенты разгуливают какие пациенты пациенты один такой усатый красивый видно из себя мужчина а второй жуткий такой молодой человек глаза мутные мутные у меня мария петровна все пациенты на месте можете сами зайти и пересчитать да странно а ведь я с ними еще разговаривала переутомились в марии точно где же это вида на четверо суток без перерыва за столом просидеть и уж четверо суток а вроде как я только вчера заступила надо будет к директору нашему сходить к лавеласу лавелас чу пускай он мне премию выписывает конечно сходите он обязательно должен вас поощрить за беспримерный труд ну да конечно а ты аннушка чего ко мне зашла то шикарная у вас прическа мария петровна в чем секрет иш-то какая ну ладно только еще что обязательно надо было спросить бабушка научила берешь коровью лепешку немного растительного масла вазелин и два килограмма сахара и все это тщательно взбиваешь миксером а ты откуда знаешь знаете сейчас в продаже есть такие шампуни где все то же самое что вы мне паре петровна сказали только все уже смешано и ничего не надо взбивать миксером аннушка деточка будьте так любезны достаньте мне этот чудо шампунь обещать не могу марь петровна но я постараюсь вот-вот ты уж постарайся постарайся вот теперь мы идем в ординаторскую забираем ну скажите мне откровенно для чего нужен пурген в психиатрической пурген очень нужен нам а мне пригодится так отлично берем шампунь мне кажется что флакон с шампунем можно очень выгодно пристроить конечно а чемоданчик я возьму ребятам отдам чемоданчик нам нужен будет потом этот кофейный аппарат здесь уже лет двести наверное надо кофе приготовить что это старье все еще работает говорят что кофе старит это бред если бы это было так наш директор лавилас лавиласыч был бы уже в могиле уж очень кофе любит так ладно теперь надо подойти а теперь возьмем чашечку какая безвкусица эти кофейные чашечки во всех приличных домах давно уже пьют кофе из стаканов ну что запах кофе хотя я лично предпочитаю коньяк смешиваем пурген с кофе с дозировкой главное чтоб вкус кофе не испортил вкус ослабительного кажется я перепутала но это неважно так ну что пошли к лавиласовичу подписываемся друзья жмем на колокольчик оставляем комментарии так что насчет шампуня аннушка я помню помню раз обещала обязательно принесу ладно живой мне сразу дадим мария петровна принесла ах ты моя душечка погоди-ка я же такое у нас в ординаторской видела это просто флаконы похоже а содержимое совсем разное в общем то что надо конечно конечно вот только пойду голову помою и расцелую иди иди по мою голову не за что я мигом наши петровне резвости не занимать да особенно с прибором так идем петровне там надо взять будет у нас одну штучку заколочку заберем так идем к лавилас лакаласовичу заглянем сюда в комнату санитара не пойдем пойдем сразу к лавилас лакаласовича походняк у нее классный заходим берем кофе и ставим на стол ваш кофе лавилас лавилас лакаласович вот так спасибо аннушка замечательный кофе еще раз спасибо и да и что начало действовать мне тут нужно отойти на минуточку я надеюсь вы меня понимаете как медик будете уходить просто хлопните дверью посильнее там защелка конечно конечно не волнуйтесь такой с каждым может случиться спешить спешил а пароль успел поставить да ключ от нашего генетического детектора с собой забрал это плохо ладно ничего страшного так посмотрим по что у нас тут делается в личных делах наших так отлично Василий Иванович так и Василий Иванович здесь а что у нас с Чапаевым Букашкин коллективный бред что ж у каждого такое иногда бывает то что ж теперь сразу в психушку сажать так печка это же надо было додуматься все это рассказать на медицинской комиссии да дальше так информационная псевдошизофрения Бэк Гейтса интересно интересно компьютерщик значит так далее это будем знать фраза ресет мастай рекомендации персоналу исключить из лексикона фраза ресет который сопровождается кратковременным пробуждением сознания пациента очень интересно запомнили запомнить так дальше кто там у нас засекречен это наверное тот самый пациент которого Дмитриевич охраняет так изобретатель значит машину времени изобретаем а в лечебнице из-за чего определили из-за половой недостаточности да не знала что у нас такое лечит лечит ладно выходим посмотрели так теперь садимся за компьютер пытаемся что-то сделать какой же у него пароль ловелас не подходит не подходит а что если что-нибудь из анатомии быстрый фалос да уж да так я до вечера не управлюсь придется к взлому привлекать пациентов не этично конечно но привлечем так погнали идем к пациентам отдаем компьютер нашему гению компьютерному что скажешь лаптоп уже кое-что прогресс на лицо что делать с ним знаешь молчи зараза а вы там стойте тихо чтоб не звука ну что ж ты замолчал придется по-другому если поможешь я тебе такой же подарю лаптоп именно ну что ж ты замолчал это была не ключевая фраза не густо так все родной лаптоп ресет оба на как его окей система перегружена где это я не понял так лишних вопросов не задавать вот тебе комп запароленный чтобы через десять минут вскрыл не пойдет сведения нужны о владельце дополнительные лавелас лавеласович директор психушки рост средний возраст достаточно готово пароль казанова что дальше ну ка на руйне тут что-нибудь конституциальное лёгко готово ничего особенного только программа запуска генетического детектора и переписка вашего казанова с какой-то барышней секс по переписке в общем криминала нет а криминала и не надо мне нужно чтоб когда мой шеф вернется ему пришло приглашение на свидание в реале ты понял ясно надо чтобы он свалил отсюда ненадолго очень нам нужно это очень нам нужно сможешь сделать уже сделал считай что он уже на сви сви заклинило лэптоп все готов что ж очень приятно было пообщаться жаль только недолго так забираем погнали к лавиласу лечу лавиласу 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 понравится то что он найдет в своем любимом компьютере встречу встречу мы ему назначили в центральном парке побежит как миленький и думаю вернется он теперь не скоро вот только надо чтоб сначала наш козлик сообщение от своей зазнова прочитал так это еще что такое где дежурный марь петровна марь петровна где где же она неугомонная старуха но если через двадцать секунд ее не будет на месте так сейчас ровно без пяти засекаем черт вот и директор вернулся да да именно что пропасаны идем в шкаф берем булавку скрываем шкаф это просто я кое-что помню из уроков бабушки угу открываем заходим случилось убежище как все удачно совпало как вовремя да даже делась эта старая кошелка ну да ладно что тут у нас а а приглашение на свидание а а какая пресловутый бойкот меня пригласили на свидание а а а а а а переоделись ну вот теперь можно взять и ключик осталось только найти ключ а вот и ключик от генетического детектора очень мило ребята будут довольны очень на будут довольны так так топ-топ уже забираем а ребятам он пригодится без директорского компьютера генетический детектор не запустишь а перед начальством я чиста меня здесь никто не видел а а а а а ну что передаем все дела свою мысль выполнила ангел вы сможете открыть комнату с генетическим детектором давай молодец девка я в тебя верил а где эта комната находится кто еще тут найдет только дальше этой комнаты не ходите там в коридоре Митрич какого-то психоопасного охраняет а чё нам Митрич нас двое а он один не скажи им Митрич он всегда с электрошоком ходит да и вообще мужик суровый хотя и импотент про Митрича все понятно а как нам этот детектор запустить наверное кнопочку какую-нибудь нажать надо будет я точно не знаю Василий Иванович но без директорского ноутбука вам не обойтись ну так давай его скорей всё Анка мы пошли спасибо так сказать за помощь не за что спасибо Анка не за что вы идите а я здесь больными побуду за ними ведь пригляд нужен конечно ну бывай Анка а вещи наши нашла Аннушка как заказывали в целости и сохранности ну спасибо тебе родная когда ты всё успела погнали подписываемся друзья жмём на колокольчик через ординаторскую выходим в коридор и направо как же так Василий Иванович здесь заперто а ты как хотел Петька здесь же генетический детектор а что заперто не беда у нас же ключ есть и забыли совсем что у нас ключ есть пойдём Петька глянем на этот их детектор пойдём пойдём так это что за афигат неужели это пресловутый генетический детектор сам ты Петька пресловутый я одно не могу понять как наши ДНК могли в этот самый детектор попасть в наше время таких детекторов не было а помнишь Василий Иванович нам на бутылку денег не хватало давно ещё в гражданскую да разве их упомнишь все бутылки мы тогда ещё на пункт переливания крови ходили чтоб денег заработать и бутылочку купить ну допустим а к чему ты клонишь а к тому тут Василий Иванович удивляться не надо надо детектор запустить а потом ждать будем когда нас отсюда выпустят поражаюсь Петька ты ему оптимизмом ну давай запускай а как я не знаю вот и я не знаю а компьютер Анка говорила это просто а ну-ка действительно просто ну кто первый пойдёт боец слушай мою команду вот только не надо со мной таким тоном Василий Иванович я даже знаю что ты сейчас скажешь ладно пойдём вместе щекотно что это Петька не знаю Василий Иванович огонёчки Петька не трогай кровку все все что ли не знаю Василий Иванович вроде все хе вот так вот по щекотали вас ну и что теперь может быть надо было по одному заходить не знаю не знаю а давай еще раз пройдем этот детектор о запустился подписываемся друзья жмем на колокольчик оставляем комментарии делимся с друзьями опа так это вы Петька так это же мы Василий Иванович сработало хреновина а это еще кто санитары не иначе видишь в белом всех но не санитары служба всепланетной безопасности капитан Иванов люди в белом майор Петров еще хуже петька чекисты прикатили всепланетные мы пришли на ваш зов нет не так к нам поступила информация всепланетной значимости бред какой то ущипни меня Василий Иванович зарегистрировано небывалое событие сам себя ущипни Петька девка красная чтоб я тебя щипал давай лучше послушаем что эти клоуны еще расскажут мы получили данные вашего генетического исследования если нет никакой ушибки то это просто чудо ближе к делу гражданин хороший скажите честно вы те самые ну не знаю те или не те я Василий Иванович Чабаев а этот ушастый мой ординарец Петька те самые что спасли галактику те самые что откололи кусок аляски те самые что в гражданскую водку пили и баб хороводили а еще про нас анекдоты рассказывают свершилось над планетой вновь сгущаются тучи тучи ну это мы уже поняли тучи дальше то что на небе тучи гадюхинского катаклизма высадился инопланетный десант и про это мы слышали а че им надо пришельцам то в нашей секретной библиотеке хранится секретный документ датированный 1551 годом от рождества христова лось ну мое мы им про инопланетян а они нам про какую-то библиотеку вам нужно прочитать этот указ ну ладно почитаем всемогущие и вседержительные десница дланью содержащая че это такое то ниже читайте пишем мы великий государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси указ сей поелику пришед к нам со смирение внеземны страхолюды вспоможение нам при взятии ханства казанского оказать обещаются повелеваю вспоможение принять а страхолюдам он им отсыпать чего не пожелают это че типа Иван Грозный с инопланетянами договор подписал ты дальше читай только пущай страхолюды эти долги с государства нашего не ранее чем через пятьсот али шестьсот лет требуют поелику к тому времени найдется способ долги им не отдавать и казну не тревожить теперь понятно инопланетяне ваньке царство казанское а он им все что не пожелают да только не сейчас а хрен знает когда это как раз и сейчас когда уже наступило вот и прилетели они за старым должком не погнушались сначала долго нам свою копию документа показывали а потом плюнули ждать не стали и высадили десант а что собственно мы им должны чего они хотят они хотят себе всю землю как это всю землю а мы куда в резервации до полного вымирания ни хрена так их за это мочить надо пробовали а ничего не получается по загадочным причинам наши войска не могут уничтожить инопланетный десант а на дипломатический контакт агрессоры не идут они на нас пока не нападают но есть такое подозрение что они там в гадюкино подстарм готовят но как мне все ясно мы же с тобой с самого начала в армию собирались так ну так с небольшой натяжкой значит так товарищи всепланетные азовисты отправляйте отправляй чего смотришь капитан Иванов я приказываю с почестями отправить героев в район боевых действий во как ну что друзья сохраняемся чтобы вас не затягивать и не мучить сохраняемся выходим из игры до новых встреч следующая игра будет еще интересней а пока смотрим что же будет в следующем эпизоде опа смотри какой инопланетянин букашка ну ни хрена пиу 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 канализацию стой куда это Василий Иванович инопланетный лазутчик эх петька мы бы его сейчас повязали и допросили ловкий гаденыш прыг-прыг и в люк нырнул а все ты и петька виноват спугнул да нехорошо получилось небось он в разведку из тарелки своей выполз не похоже петька уж больно он здесь уверенно шарился ты дверь то видел видел Василий Иванович точно была дверь была дверь не знаю петька ох чую неспроста этот гад возле штаба вился подписывайтесь друзья поддержите наш канал пока до новых встреч до новых встреч